Больше 600 участников и танцевальных дуэтов со всей Сибири встретятся на Барнаульском паркете уже в начале следующей недели. 30 апреля в Краевом театре драмы состоится юбилейный международный фестиваль «Солнечный бал». Уже 15 лет крупнейшее событие собирает на одной сцене поклонников и исполнителей сценического бального танца. О подготовке к большим танцевальным состязаниям и о фишках юбилейного фестиваля расскажет организатор мероприятия, руководитель студии танца Лариса, хореограф и режиссер Лариса Любивая. Здравствуйте, Лариса! Здравствуйте! В этом году вы действительно празднуете такую крупную дату, юбилей, 15-летие. Расскажите, какая программа нас всех ждет в этом году, насколько она будет уникальной? Программа будет очень насыщенная. Как вы уже сказали, у нас рекордное количество участников и огромная география нашего мероприятия. И в этом году у нас добавились еще несколько номинаций. Соответственно, программа будет очень объемная, насыщенная и интересная для всех зрителей. Лариса, расскажите о номинациях и о том, ширится ли география участников. Номинации у нас стандартные. Это прежде всего ансамбль бального танца всех возрастов, всех категорий, от студенческих до любительских, от детских до юниорских. Естественно, это категория у нас танца на инвалидных колясках, которая в этом году также расширилась. У нас еще появились дети, группы и дуэты детей с особенностями развития. И в этом году еще одна новая номинация. Называется номинация «Проам». Это когда любители танцуют с профессиональными партнерами и тренерами. Лариса, расскажите, пожалуйста, о номинации «Инва-данс». Чем удивлять будете в этом году по этой номинации именно? Эта номинация существует в нашем фестивале с 2016 года. И каждый раз она очень позитивно много откликов вызывает как у зрителей, так и у судей. А судей, как вы знаете, у нас со всей России и мирового уровня. В этом году она представлена двумя номинациями. Это прежде всего танцы на инвалидных колясках и группы и дуэты детей с особенностями развития. То есть к нам приезжают коллективы из Кузбасса, с Новосибирской области, с городов Алтайского края. Еще расскажите, пожалуйста, подробнее о номинациях, где будут выступать и профессионал, и любитель. Это очень модная номинация, именно модная. Она сейчас большими шагами шагает по нашей стране. Называется она «Про-М», то есть профессионал и любитель. Это в основном дамы, которые танцуют, именно спортивные бальные танцы с профессиональными тренерами. Он же и тренер, он же и партнер. Соревнования проводятся по всей России. Сейчас они уже очень популярны в Сибири. Но впервые мы проводим именно соревнования «Про-Ам-шоу». То есть эти пары подготовили номера, шоу-номера, и с ними они будут соревноваться на сцене драм-театра. Это впервые в Алтайском крае и это впервые в номинации нашего фестиваля. Чья такая идея? Ну, организаторов. Конечно, это наша идея, потому что мы всегда стараемся держать руку на пульсе и стараемся все веяния отсматривать и принимать к себе в нашей номинации. Какие самые яркие выступления вы ждете? Мне очень нравится, лично мне, как профессионалу, как организатору, очень нравятся детские коллективы бального танца, потому что они очень массовые, они яркие, в них прекрасные постановщики, великолепные костюмы. Но с точки зрения энергетики, с точки зрения подачи и любования красотой, это, конечно, взрослые коллективы. И в этом году их соберется очень много на вечернем отделении, и это большая редкость для города Барнаула, потому что, к сожалению, в городе Барнаула взрослых коллективов бального танца практически нет. Это будут коллективы из Кузбасса, это будут коллективы из Новосибирска, это будут коллективы вузов, опять же, Новосибирска, Барнаула. Вот вузовские коллективы нас еще радуют студенческие, это отдельная номинация, и это будет очень разнообразно, это будет интересно. С Кузбасса едут из Новосибирска великолепные два коллектива, так называемый хобби-класс. Это люди, которые старше 40 лет и там практически за 60, но они увлечены бальными танцами, у них есть ансамбли, они выступают на сценах. Это прекрасно, это всегда поражает, это всегда вызывает аплодисменты и огромное уважение. На сегодняшний день уже сколько участников зарегистрировались и откуда они? Участники, количество на сегодняшний день 627, я почему это так четко знаю, потому что у нас юбилейный фестиваль и все участники фестиваля получат подарки. Поэтому я их пересчитывала. Значит, у нас представлен Алтайский край очень широко, потому что я всегда не устаю удивляться и радоваться тому, что самые сильные коллективы, именно ансамбли бального танца у нас не в Барнауле, а у нас в городах и районных центрах Алтайского края. Поэтому он представлен очень широко. Новосибирская область, Омская область, Красноярский край и, конечно, очень широко представлен Кузбасс. То есть очень широкая география. И регистрироваться еще можно? Нет, регистрация закончилась уже две недели назад, к сожалению. В этом году рекордное количество участников, а вот в прошлом, позапрошлом, насколько хочется понять, выросло количество участников? Прирастаем, насколько мы каждый год? Прирастаем, я думаю, процентов на 10-15 в этом году, потому что мы добавили дополнительные номинации, и, я думаю, за счет них как раз увеличилось количество участников. Фавориты есть? Я уже рассказывала, что у нас очень сильные коллективы бального танца в районных центрах и городах Алтайского края. Всегда традиционно интересные номера привозит Кузбасс. Новосибирская область в этом году как раз привозит нам коллектив, коллективы несколько в номинации «Инводанс». И вот их основные соперники будут из города Бийска, у нас коллективы. То есть я думаю, что если у нас 31 номинация, то в каждой номинации есть свои лидеры, есть свои сюрпризы и так далее. То есть каждая номинация чем-то порадует. Если возвращаться к фаворитам, так бывает, что на выступлении может что-то пойти не так. С костюмом проблемы возникнут или еще что-то с музыкой. И спортсмен или все-таки танцор, получается, сделает ошибку. Вот как ему не пасть духом и мобилизовать свои силы и выступить уже в следующем году по максимуму? Все, что касается ошибок на сцене. Если это костюм, если это фонограмма и так далее, то танцоры знают и должны понимать, что у них всегда есть возможность, если это произошло по техническим причинам, просто заново начать номер и станцевать. И судьи никогда плохо это не оценят. Судьи оценивают немножко другое. Судьи всегда видят подготовку, они всегда видят технический уровень. Они видят те усилия, которые вложили хореограф, педагог, ученик и так далее в этот номер. То есть, судей, просто ошибка сделана на сцене, не обманешь. Но если эта ошибка сделана на сцене из-за того, что ребята просто плохо поработали или не подготовили номер, то я как раз надеюсь, что то окружение, которое будет в нашем фестивале, это будут сильнейшие коллективы всех уровней, всех возрастов. Оно будет тем самым мастер-классом, тем самым набором этой энергии позитивной, которая позволит танцорам вырасти очень сильно за последующий год. А если танцоры в технике проигрывают, но выигрывают в артистизме, это плюс и можно ли победить таким образом? Именно поэтому у нас на фестивале международная система 3D. То есть, есть три позиции, которые оцениваются отдельно. Есть позиция имидж, то есть тот самый костюм, музыка и так далее. Есть позиция техника и есть позиция музыкальность и артистизм и так далее. Соответственно, в каждой позиции выставляются оценки и потом уже по сумме этих баллов совершенно прозрачно, математически высчитывается результат. Поэтому он обычно очень правильный. Расскажите о судейской коллегии, как всегда, наверное, звезды, танцоры именитые. Да, это наша гордость, потому что последние 10 лет мы реально привозим легенд, звезд. И они уже знают, что такое Алтай, что такое Барнаул. И с удовольствием едут к нам на фестиваль. В этом году это легенды именно сценического шоу-танца, спортивной, причем спортивной номинации «Сиквей» Федор Полянский и Дина Ахмедгареева. Трехкратные чемпионы мира и шестикратные чемпионы России именно по шоу-танцу по «Сиквей» латиноамериканскому. Мы надеемся, что они обязательно внесут какое-то свое мнение, донесут до руководителей. По окончании фестиваля своими оценками оценят их уровень. И 29 числа у нас у руководителей, у танцоров будет возможность поучаствовать в мастер-классах с их участием. Это впервые? Нет, всегда. Уже традиционно. Традиционно мы проводим. Они передают свой опыт участникам. Вы сказали, что подарки ждут участников. Да, в этом году, к нашему счастью и к счастью всех участников, у нас достаточно много партнеров, которые нам помогли для того, чтобы все, кто приедут на фестиваль, получили подарки, так как это день рождения наш совместный. Не только фестиваль, а тех участников, которые к нам из года в год приезжают. Они получат прекрасные подарки. Это будут мешки для обуви, а танцору мешки для обуви нужны обязательно с символикой, и памятную медаль. Это тоже останется у них в их коллекции на память о том, что они были участниками юбилейного нашего фестиваля. Если возвращаться к нашим алтайским коллективам, вы сказали, что, как правило, бальные коллективы у нас из районов. Как там они готовятся? Есть ли какой-то пул преподавателей, которые смогут их к такому старту подготовить? Как я уже сказала, что самые сильные именно сценические бальные танцы у нас как раз за пределами города Барнаула. Огромные коллективы, по 100 человек иногда приезжают. Великолепная подготовка детей, и я думаю, что как раз вот эти коллективы, они делают совершенно правильно. Они работают не только сами, они работают с использованием всего потенциала бальной хореографии Алтайского края, и не только Алтайского края. Они очень много приглашают постановщиков, хореографов из Института культуры, в том числе у нас прекрасная кафедра бальной хореографии, которая в этом году, кстати, как раз празднует свой юбилей. И очень многие педагоги, они как раз выпускники этой кафедры. И они используют весь этот потенциал, и я думаю, помогает это как раз им держаться на плаву и в хорошем смысле, в смысле быть в тенденциях. Я знаю, что они побеждают не только на нашем фестивале, а и на всероссийском уровне, и я надеюсь, что это будет развиваться так дальше тоже. Лариса, расскажите, вот 15 лет существует фестиваль, где вы черпаете вдохновение, чтобы с каждым годом этот фестиваль приукрашивать, улучшать? Меня прежде всего вдохновляют, конечно, коллективы и руководители. То есть, когда люди едут по 40-50 человек на двух поездах, на автобусах, ночуют в гостиницах и так далее, это такая огромная степень уважения к тому, что мы делаем. И у меня огромная благодарность и степень уважения к этим людям, к руководителям. Соответственно, я это делаю ради них, потому что, ну, во-первых, мы изначально, мы были лидерами именно шоу танца в свое время в Алтайском крае. И мы решили, что этот фестиваль мы должны организовывать для того, чтобы это направление развивать. И за 15 лет оно действительно очень сильно развило. А вот сейчас, конечно, когда наступает тот момент, когда ты, так, быть фестивалем или не быть, иногда тяжело, очень тяжело. И думаешь, ну, может быть, достаточно, но все-таки уже там 10-15 лет. А потом начинаются звонки от коллективов. Начинаются звонки издалека, со всей Сибири. А когда в этом году? А в какие даты? Мы вас ставим в план, мы планируем. Ну, как здесь? Естественно, собираешься и начинаешь заново все делать. Ну, каждый раз у нас, конечно, все лучше и лучше. Фестивали, внутренние организации удобнее. Партнеров гораздо больше. В этом году у нас поддерживает Министерство культуры Алтайского края, Министерство спорта Алтайского края. Потому что наш вид как раз находится на стыке культуры и спорта. И здесь одинаково все. Хочется сказать, что они и танцоры, а спортсмены. И танцоры, и спортсмены. А так и есть. Потому что на самом деле очень многие из тех танцоров, которые сейчас танцуют на сцене, они, допустим, через неделю могут поехать на чемпионат России по танцевальному спорту. Так и есть. То есть они совмещают. Соответственно, конечно, меня вдохновляют люди, меня вдохновляют участники. И хочется это развивать, хочется помогать в этом развитии. За 15 лет существования фестиваля появились ли звезды, танцоры, звезды, которые покоряют какие-то российские сцены, международные сцены. Вот именно победители этого фестиваля. Ну, знаете, здесь я не отслеживаю. Тут, извините, я не отслеживаю. Потому что огромное количество коллективов. И я думаю, этот вопрос надо уже задать в день фестиваля руководителям коллективов. Потому что есть лидеры, которые всегда уезжают с призами. Вот это мне даже самой было бы интересно. Но то, что наш фестиваль знают, и все те звезды, те легенды, те мастера своего дела, эксперты нашего фестиваля, которые возвращаются в Москву, мы потом с ними созваниваемся. И они, конечно, все поражены. Поражены количеством, качеством, уровнем, разнообразием. И они всегда говорят, мы в позитивном шоке от того, что это в маленьком городе Барнаула, Алтайского края. И всегда с удовольствием к нам возвращаются. Лариса, спасибо большое за такой диалог. Я желаю, чтобы еще 15 лет у вас также горели глаза. Растите, процветайте. Спасибо за разговор. Спасибо вам. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была организатор международного фестиваля «Солнечный бал», хореограф и режиссер Лариса Любивая. До встречи.